Выше, дальше, быстрее. В региональном обществе «Динамо» прошли лично командные соревнования. Участие в них приняли сотрудники силовых ведомств. Управление внутренних дел, Росгвардии, МЧС, служащие воинской части. Кто оказался самым быстрым меча команды «Самая сплоченная», расскажет Ольга Русул. Юлия Безумова представляет команду главного управления МЧС. В соревнованиях участвует второй год подряд. В прошлом году до победы не хватило буквально долю секунды. В прошлом году мне немножко не получилось до первого места, но в этом году попытаемся. Это в личном зачете? Да, в личном зачете по километру. Чтобы показать хороший результат, нужно ежедневно заниматься, постоянно поддерживать физическую форму и, конечно же, поддерживать здоровый образ жизни. Участники ежегодных традиционных лично командных соревнований приветствуют друг друга. Перед началом испытаний по условиям конкурса сначала каждый показывает свою скорость в беге, в личном зачете. Женщины бегут один километр, мужчины два. Результат учитывается в зависимости от возраста участника. Кстати, Анатолий Иванов из команды ОМВД стал самым быстрым в возрасте до 35 лет. Ну, сложновато. Соперники всегда достойные. Примерно на одном уровне кто-то чуть получше, кто-то чуть похуже. Все зависит от тренировочного процесса у каждого, конечно. А в основном все соперники, в принципе, по силам одинаковые. А что нужно сделать, чтобы победить? Ну, для них тренировок мало. Конечно, тут и сама стрессовая устойчивость. Все равно процесс соревнований – это одно, а тренировки – это совершенно другое. Ну, в основном, как бы, процесс тренировок и сила воли к победе. Еще один этап соревнований – эстафета. Здесь важна не только скорость и выносливость, но и командная работа. Нет уверенности в товарищах, о победе можно не мечтать. У нас очень суровая борьба с МВД, с командой в плане эстафеты. То есть, каждый год у нас именно с ними борьба за первое место. Готовимся, но у нас так проходит подготовка ежедневная, ежеквартальная по физической подготовке воинской части. Поэтому мы, как бы, в целом готовы к соревнованиям в любой момент, можно сказать. Только дружным удается победить, подтверждает все вышесказанное, главный судья соревнований – Надежда Деткова. Выигрывает сильнейшие. Тут же объективная оценка определяется. Кто первый приходит, тот и побеждает. Вот и все. Подготовленные люди приходили на соревнования. Исплоченные команды. В результате на пьедестал победа взошла команда МВД России, показав лучший результат в эстафете. На втором месте – воинская часть. Разрыв составил всего одну секунду. Самой быстрой спортсменкой признана Екатерина Перевозникова из команды военнослужащих. Среди мужчин возрастной категории до 30 лет – победа за Яном Хатанзейским, команда МЧС. До 35 лет – самый быстрый Анатолий Иванов у МВД. Категория до 40 лет победил Дмитрий Гришин у МВД. И 40 плюс – также представитель полиции Николай Остродумов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».